Наступление последнего месяца осени принесло немало изменений в законодательной сфере. Это и расширение внесудебной процедуры банкротства, и новеллы, касающиеся безопасности газового обеспечения, а еще роста пенсии для отдельных категорий граждан. Какие еще нововведения ждут россиян в последние месяцы 2023 года? Об этом узнаете прямо сейчас. Уже традиционно ноябрь начинается с удлиненных выходных в честь Дня народного единства. Отдыхать россияне будут 4, 5 и 6 ноября. А с первого числа месяца появится еще ряд изменений. Например, как сообщается на сайте Госдумы, с 1 ноября 2023 года обратиться с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке можно будет при задолженности от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Пенсионеры и граждане, чей единственный доход — единое пособие на детей, не обладающие имуществом, на которое может быть обращено взыскание, смогут воспользоваться процедурой через год после начала принудительного взыскания долга. Другие категории — через 7 лет. В конце ноября истекает срок, в течение которого управляющие компании должны привести свои уставы и договоры управления в соответствии с новым законом о техобслуживании газового оборудования. Согласно документу, и внутридомовые, и внутриквартирные газовые сети будет обслуживать одна организация — газораспределительная. С 1 ноября 2023 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, могут рассчитывать на доплату в размере 100% от фиксированной части страховой пенсии. Также дополнительные выплаты получат бывшие члены экипажей самолетов гражданской авиации и работники угольной промышленности по некоторым специальностям. Размер доплаты индивидуален и зависит, в частности, от среднемесячного заработка, стажа и суммы, поступившей в социальный фонд России от организации. Что касается наказаний и штрафов, в России уже действует ответственность за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг. Максимальное наказание — штраф до 40 тысяч рублей. А вместе с этим появилась ответственность за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав. Максимальный штраф — до 300 тысяч рублей. Новые требования для автомобилей. С начала месяца минимально разрешенный экологический класс двигателей, выпускаемых в России автомобилей, повысят с евро-0 до евро-2. Все эти требования к производству машин могут продлить до февраля 2024 года. Помимо этого, с ноября планируется вернуть обязательства по установке антиблокировочных систем АБС на производимые в России автомобили. Устройство АБС не блокирует колеса при торможении, что позволяет водителю сохранить устойчивость автомобиля в сложных дорожных условиях. Напомним, что с 1 сентября 2023 года уже действует новый перечень неисправностей автомобилей. В нем также зафиксирована норма, что при неработающей системе АБС садиться за руль строго запрещено. Штраф за езду с горящей лампочкой антиблокировочной системы составляет 500 рублей. Все эти и некоторые другие изменения вступят в силу с 1 ноября 2023 года. А как это повлияет на жизнь населения нашей страны, узнаем через некоторое время.